Это Игорь Чили. Когда-то на своем канале Chili Lessons он активно двигал драминг в массы, причем не только сам, но и с участием звезд драминга СНГ и даже мира. Затем канал приостановил свою деятельность, и вот в 2021 этот чувак вернулся на YouTube. Новые видео уроки и каверы уже на канале. Масса материала находится в процессе подготовки, а в ближайшем будущем чувак еще и запускает огромный раздел о музыкальном бизнесе, где помимо барабанов и сугубо музыкальных моментов, будет рассказывать и об околомузыкальных аспектах бизнеса. Так что подписывайся на его канал, ролики выходят еженедельно. Можешь также подписаться и на его инстаграм, там материал выходит ежедневно. Ну а также на своем канале Игорь запускает видеоподкаст с участием самых разных барабанщиков и других музыкантов, где все эти люди будут делиться своими музыкальными и не только историями. Рассказывают про всякую гастрольную дичь, и собственно я буду первым, кто примет в этом участие. И именно поэтому лично от себя я бы хотел порекомендовать вам подписаться на этот канал, будет интересно. И конечно же не надо говорить о том, что канал, на котором вы сейчас находитесь, также нуждается в подписке. Ну а на этом со вступлением покончено, и я предлагаю наконец перейти к сути сегодняшнего ролика. В этом выпуске я расскажу вам обо всем, что нужно знать и учитывать при покупке разного рода барабанного оборудования. Усаживайтесь поудобнее и погнали. Начнем с покупки самого ходового и необходимого барабанных палочек. Здесь все одновременно и просто и сложно, ведь мы живем в уникальное время, когда ассортимент буквально безграничен. Это касается как различных фирм и брендов, так и крайне обширного модельного ряда палочек. Именно поэтому многие из вас очень сильно путаются при выборе, и как следствие страдают от того, что не могут сделать этот самый выбор. В первую очередь, конечно же, путаются в так называемых калибрах палочек, которых на сегодняшний день огромное количество. Уже не прокатывает просто зайти в магазин, взять привычный 5B и довольным пойти на репетицию. Нет, сегодня ты увидишь на прилавках модели удлиненные, укороченные, утолщенные, с разными формами наконечников, промежуточные калибры и так далее. И все это будет обозначено различными, зачастую непонятными символами, о которых даже сам продавец не имеет никакого понятия. Поэтому здесь могу дать совет, которым пользовались наши деды. Если не знаешь, какой калибр выбрать, бери 5B, не ошибешься. Ведь от золотой середины проще отталкиваться в поисках своего идеала, который, впрочем, ты можешь так и не найти. Что же касается фирм, тут, конечно, все зависит от твоего кошелька. Если средства позволяют потратить около 1000 рублей за пару деревяшек, тут, безусловно, лидерами выступают такие фирмы, как Викферс и Промарк. Если, наоборот, хочешь сэкономить, здесь желательно не опускаться ниже 300 рублей за пару. А там плюс-минус все одинаковое. Однако, хотел бы обратить внимание еще и на материал, из которого палочки делаются. Это может быть важно. Если вы играете тяжелую музыку, безусловно, нужен орех. Если же тяжесть в руке не особо нужна, тогда хорошо подойдет граб или клен. Теперь поговорим про выбор тарелок. Ведь это не только один из важнейших элементов нашей барабанной установки, но еще и самый ценный. Ведь цены на это добро на сегодняшний день просто заоблачные. А форс-мажорные трещины никто не отменял. Начать я бы хотел с того, что тарелки, так же, как и палочки, могут быть абсолютно разными по огромному ряду признаков. И мы не будем говорить о том, что есть крэши, сплэшки, чайны и так далее. Мы поговорим о сплавах металла, из которых эти тарелки делаются. Это действительно важно, поскольку при покупке тарелки необходимо понимать, что дальше ты будешь с ней делать. Если твоя основная деятельность сводится к тому, что ты активно выступаешь и репетируешь, тогда тебе нужна рабочая лошадка и Б-8 сплав. Такой вариант относительно недорогой и зачастую довольно прочный, что очень важно при частой и активной эксплуатации. Многие, правда, переживают за качество звука, якобы у тарелок, сделанных из сплава Б-8, довольно неприятное и грубое послезвучие. Но поверьте, в совокупности со звуком барабанов это совсем незаметно. Также стоит помнить, что на концертах никто не будет вслушиваться в то, как у вас звучат тарелки. Однако, если качество звучания для тебя все же в приоритете и ты часто пишешься на студии, то твой выбор однозначно должен упасть на тарелки из сплава Б-20. Это более дорогой сегмент, но потому и более качественный, с более нежным и более кристальным звуком. Однако, несомненным минусом выступает то, что такие тарелки, как правило, более хрупкие и могут дать трещину с большей вероятностью, чем Б-8 сплав. Но такова цена качества и ничего не поделаешь. Совершенно незаконно было бы не поговорить про выбор педалей для бас-бочки в рамках этого сюжета. Крайне важный процесс, в котором, помимо прочих особенностей, в отличие от покупки палочек или тарелок, имеет место быть покупка бэушных вариантов. Безусловно, многие покупают и железо с рук, но это крайне рискованный, на мой взгляд, ход. Но вернемся к педалям и поговорим, конечно же, о том, какую музыку вы играете, ведь от этого напрямую зависит ваш выбор. В первую очередь, конечно же, это касается вечного противостояния одиночной педали и кардана. Однако, я считаю, что если ты серьезно занимаешься барабанами, то рано или поздно захочешь освоить игру на двойной педали. Поэтому лучше все-таки поднакопить и взять сразу бодрый кардан и такой, чтобы на века. Хотя, безусловно, среди вас есть те, кто точно знает, что двойная педаль им совершенно неинтересна и в этом вопросе непреклонны, поэтому всегда есть исключения. Также важно понимать, что разные модели педалей имеют разную степень атаки, что также напрямую должно зависеть от стиля музыки, которую вы играете. Например, классическая педаль Tama Iron Cobra имеет мощнейшую валивающую атаку и серьезный вес, что очень хорошо подходит для более тяжелых стилей музыки. Также я бы отнес к тяжелым моделям небезызвестную DW5000. Для более гибкой и универсальной игры, несомненно, нельзя порекомендовать ничего лучше модели Pearl Eliminator, уверен, многие со мной согласятся. Нельзя не упомянуть и педали с более современным дизайном и более инновационными настройками. Конечно же, я говорю про модели с жестким приводом или так называемый Direct Drive. Они имеют крайне своеобразный характер и невероятный отклик, что поначалу крайне непривычно. Однако, если суметь приручить этого автобота, то можно на расслабоне делать много крутых вещей, ведь при обычном контроле за педалью она будет делать большую часть работы за тебя. Здесь можно рассмотреть таких несомненных монстров среди барабанных брендов, как Axis и Trick. Хотя лично от себя я бы добавил Pearl Demon Drive, который также, несомненно, является произведением искусства. Если же говорить о совсем бюджетном сегменте, я бы мог посоветовать некоторые модели фирмы Sonar или Gibraltar. Ну и пару слов о покупке педали с рук. Обязательно, максимально внимательно рассмотрите все соединения на предмет люфтов. Не поленитесь потратить на это время. Ну и напоследок пару слов о самом главном, что только может быть у барабанщика. Непосредственно сами барабаны. Однако, здесь советы давать бесполезно, потому что в этом аспекте ты сам должен понимать, нравится тебе внешний вид и звук инструмента или нет. Лучше тебя здесь никто не разберется. Однако, совсем без комментариев эту тему я не оставлю и зафигачу свои 5 копеек. В первую очередь, это, конечно же, крайне парадоксальный совет. Барабанную установку лучше покупать с рук. Это, конечно же, если у вас нет возможности ввалить круглую сумму в фирменные новые барабаны. Дело в том, что тут действует простой принцип. Лучше взять фирменное, но бывшее в употреблении, чем дешевое и низкокачественное. Барабаны это не такой уж и портящийся предмет, в рамках должного ухода, естественно. Поэтому, взяв даже самую юзанную установку в адекватном состоянии и просто поменять на ней пластики и грамотно настроить, они будут звучать на высшем уровне. Но, опять же, повторюсь, это касается только тех вариантов, когда барабаны хранились в адекватных условиях. Обращайте внимание на помещение, где она стояла. Там не должно быть сыра, ведь от этого рассыхается дерево и страдает форма барабана. Также проверяйте резьбы на фурнитуре. Как правило, это самое больное место. И не обращайте внимания на коцки и царапины. Это лишь придаст вашей установке более солидный вид. По инструменту должно быть видно, что на нем играют. Вероятно, стойки по тарелке и прочих хардвейер стоило бы отнести в отдельный раздел, но там особо нечего обсуждать. Поэтому пусть это будет в разделе о барабанах. Стойки я бы рекомендовал покупать новые и желательно с большим пакетом запасных фетров. Все, что я могу вам сказать. Те, кто хорошо знаком с барабанной кухней, без лишних объяснений поймут, почему это так. А те, кто имеет другое мнение, можете писать об этом в комментариях. На этом наш ролик подошел к концу. Всем огромное спасибо за просмотр и подписки. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok